В Сталинградской битве, когда мы закончили всю эту операцию, нашу часть, наш полк был резервом главного командования, артиллерийский полк, нас уже перебросили на Курскую дугу под Харьков, под Белгород. Когда уж немцы начали в 43-м году в июле месяце наступление, 5 июля немецкие войска пошли в наступление. Нас ночью же, с 5 до 6 июля, по тревоге, в 11 часов ночи, мы уже полвторого были на готове к отражению немецких войск. Мы опередили немцев буквально на 2-1,5 часа раньше артиллерийскую подготовку сделали. Немцы тоже готовились, они часам-пяти часам, разведчикам сказали, когда плен взяли от немца, они сказали, вот немцы, начнут 5 июля, вот столько, вот столько. И вот мы раньше времени, вот благодаря этому, мы опередили немецкие наступления на Курской дуге под Прохоровкой. И вот здесь бои шли очень-очень сильные. Правда, мы в этот период с 5 июля по 12 июля вынуждены были оставить наши занятые территории под Белгородом, под Тамаровкой, вот до Прохоровки. И остановили только под Прохоровкой. Мы были приданы общевой скалой части Жадова, генерала 5-й армии, и были приданы, как резервы главнокомандования, в одном участке фронта, где туго, вот все эти полки резервы главнокомандования туда бросали. Вот, под обаянием очень сильные бои были. Совхоз сталинский, совхоз копсомольский, там стражевое, прелестное. Вот, 12 июля, 12 июля 43-го года, самые ожесточенные бои были под Прохоровкой, где немецкие и наши танковые части встретились друг друга лоб в лоб. Вот это место мне сейчас, как в глазах, я не могу сказать. Мне очень тяжело вспоминать. Друзей много там погибло? Не только, друзья, там танки на танки шли. Люди погибали, сейчас те, которые не успевали подобрать там, в поле же, от ранений. Ужас. И вот, после 12 июля мы пошли наступление. Отразили это атаки немецких войск. Там более тысячи танков на друга шли. Вот, танки на танки. Мы в лоб в лоб шли. Вот, приходилось. Вы меня извините. Да. После окончания вот этой Курской битвы мы прошли, перешли уже на территорию Украины. Освободили. Переятие. Переязвил. Потом Днепр пришлось два раза форсировать. Прифорсировать Днепра. В один раз пришлось мне тонуть, можно сказать. Нас 17 человек было. Из 17 человек у нас осталось живо. Шестеро. На наш плод немецкая мина попала. И вот, ребята, мы недоплыли до берега. Плаздаром, когда захватить. Это называется Букуринск. 23 сентября 43-го года. Букуринск и Плаздаром мы захватили. Очень маленький участок фронта. Вот за это бой мне был представлен правительственной гранатикой отечественной войне. Ну там до этого я получал медали за Атфагу, медали за боевые заслужения, за Курский дубль, за Сталинград. После Букуринской плацдармы, на этом Букуринском плацдарме, наши земляки из Марийской республики, Громов из Советского района, Сашка Шумилев из деревни Большая Нуля, они получили звание Героя Советского Союза. Нас перебросили, там не могли плацдарм большую захватить. Командование, главное командование наших войск, были переброшены наши войска на Лютический плацдарм, это уже севернее Киева. Мы на Киев наступление начали в 43-м году, 3 ноября 43-го года, с Лютического плацдарма. 5-го на 6-е ноября 43-го года я был участником освобождения города Киева и водоружения знамена ЦК Компартии Украины, за что я был награжден орденом войлок Красной Знамени. Вот Киев, когда меня проносили на 30-летие освобождения Киева, в связи с тем, кто принимал участие в отрежении знамена ЦК Компартии, тогда Грушевский был представителем президента Верховного Совета, командующий нашей армии Москаленко, командующий танковым корпусом Сулейков вместе, ну, конечно, встретили нас, парады нас переводили, после парада торжественный вечер, торжественный ужин, специальный зал для нас был подготовлен, нас собралось человек 200 с лишним вот... Это на 30-летие, да? На 30-летие. Потом я ездил на 35-летие, на 53-е. Вот у меня значки, все это есть. За сослуги вот перед отечеством получил нынче вот орден от Путина, награду, что... Вот первый в Марийской Республике я первый получил, второй номер получила женщина, из этих орденов полученных, вот Маркелов, когда вручал, вот говорят, у меня фотографии там есть, он показывал, мы показывали, они видели, что Маркелов меня вручает, вот этот орден. Много дипломов, вот, в связи с 80-летием, вот, то есть 85-летие, много, вот, ну, после освобождения Киева, мы Киев освободили, с 7-го, уже числа, пошли в наступление на Житомир. Житомир 13-го октября 43-го года освободили. Там опять не успели наши тыловые части нам подвезти боевые, то есть, боеприпасы, вынуждены были отступить обратно, оставить Житомир. Житомир. Вот первый раз мы 13-го ноября Житомир освободили, а второй раз уже Житомир нам пришлось освобождать, уже 31-го декабря 43-го года. И дальше уже было легче, несмотря на то, что уже мы на территории же Польши пришлось принимать участие в боях за освобождение лагеря смерти Освенцима в Польше. Это было 27-го января 45-го года. После освобождения Освенцима, Освенцима, вот вы когда были, освобождали, то там наши в основном были воины или... Там воины всех родов войск и всех государств, большинство были евреи. Большинство евреи были. Да. Но я видел вот... А вот эти вот газовые камеры вот... Вот. Когда мы вошли вот 27-го января 45-го года, три машины душегубки были заполнены воинопленными. Они каждый вечер рассказывали уже там которые жившие вот вывозили по 25 человек в этой душегубке. Они пока вывозили газокамеры в виде мы включали, привозят обратно, их разгружают, часть сжигают. Я видел вот груду штабеля этих скелетов наших солдат и видел горы вот кучу волосы женские или мужские волосы как горой вот ну как сугробу сделали вот эти вот эти три машины мы вынуждены были освободить в этих машинах по 25 человек эти военнопленные военные которые заключенные были загруженные туда там что у них кости да кожа вот после восемь дальше мы уже вынуждены наступать в наступать чесловакии в венгрии вот с боями в 45-ом году то есть в 45-ом году меня командование как одного из лучших я может похвалился что лучше лучше не лучше меня направили учиться в училище я учился в училище получил после окончания звание младшего лейтенанта вот приехал звание младшего лейтенанта проработал после уже начал работать в ронгельском районе а день победы вы где встретили день победы я встретил и какого числа 8-го или 9-го 9-го я стоял 12 часов ночи на смене с 11-ти ночи с 8-го на 9-е на смене часовым стоял поляки уже кричат солдат иди со стаканом ходят поляки нас угощают мы говорим нельзя мы на посту находимся и вот 2 часа уже 2 или 3 часа уже нам уже вообще уже объявляют по радио что война закончилась и вот ребята все с общежития из казармы которые были выбежали начали стрелять по льву и тут поляки нас начали угощать но мы не стали уже ну примерно как сказать символически что ли выпили от поляков погода была очень хорошая и мы гуляли весь день это 9-го мая нас отпустили с училища сказали мы с общежития чувствовали себя как уже победителями вот таковы значит мои дела вот как после окончания войны после окончания войны я вернулся обратно в нашу Марийскую республику в Ронгинском районе работал председатель районного комитета физикультуры потом в Ронгинской средней школе в Ронгинском и физикультуры